Я хочу пригласить на эту сцену адвоката, которого катали с вигалкой, потому что так сильно хотели посадить поскорее ее доверителя. Я говорю о Марии Эйсмонт, адвокате Константина Котова, который получил 4 года колонии. Давайте поприветствуем Марии Эйсмонт! Здравствуйте, дорогие, прекрасные, свободные люди! Я бы очень хотела, чтобы вместо меня здесь выступал мой доверитель Константин Котов, но, к сожалению, он пока еще в тюрьме. Я говорю пока, потому что мы верим, что он и все остальные, обвиняемые по этому спальсифицированному московскому делу, будут на свободе благодаря вам. Все это лето мои коллеги и я практически каждый выходной мы проводили в отделениях полиции, куда доставляли автозаками людей свободных, неравнодушных, которые просто вышли на улицы своего города, чтобы в мирном протесте сказать, что они хотят своего представителя в Московской городской думе. К ним приезжали следователи, их допрашивали по ночам, многие их потом судили и отправили в спецприемники, других оштрафовали. И эти люди, многие молодые, талантливые студенты, среди них было очень много студентов, они выходили и кто-то говорил, что собирается уезжать, а другие говорили, что они останутся, но понимают, что они теперь могут попасть в тюрьму ни за что. Я хочу, чтобы у молодежи в нашей стране был другой выбор. Выбор между университетами, выбор между стажировками, но не выбор между вынужденной эмиграцией и тюрьмой, потому что не такой выбор должен быть у нашей талантливой молодежи, у будущего страны. Константин Котов сидит потому, что ему было не все равно, потому что когда сажали других, он выходил. И он выходил, несмотря на то, что его задерживали, потому что он не мог не выходить. И теперь, по этой статье, по которой обвиняют Скотова, по которой обвиняют Вячеслава Егорова, тоже моего доверителя, прекрасного, неравнодушного активиста из подмосковной колонны, который борется против мусора, против свалки, которые угрожают детям в этом городе. И хотят привлечь по этой статье, дадинская статья 212 прим. Людям, тем, кто их привлекает к уголовной ответственности, плевать на то, что Конституционный суд сказал, что нельзя, что одной неоднократности недостаточно, нужно, чтобы был ущерб здоровью или имуществу. Простой выход на мирную акцию не может караться уголовным наказанием, но суд пошел по-другому. У нас не приняли ни одного доказательства, не засушили ни одного свидетеля, не посмотрели видео, на котором видно, что Котов просто выходит из метро, точно так же, как не стали смотреть видео того, как Павел Устинов ничего противоправного не совершал, а наоборот бросились к нему. Нам нужны другие суды, нам нужна судебная реформа. Мы, адвокаты, не можем помочь своим доверителям, как бы хорошо мы ни работали. И мы плачем потом по ночам, потому что мы бы хотели приехать в полицию и сказать, ты не виновен, выходи, пошли домой. Но мы не можем, мы им говорим, ты не виновен, но, к сожалению, тебе придется поехать в спецприемник. Такого быть не должно. Свободу полиц заключенным и до судебной реформы. Спасибо.